Распоряжение мэра о создании в каждом районе города добровольных народных дружин выполняется. Сейчас в их рядах числятся 394 человека, которые каждый вечер выходят на маршруты патрулирования улиц. Активнее включаться в работу должны и представители районных казачьих обществ, которые не только следят за порядком, но и оказываются действия в борьбе с детской безнадзорностью. На последнем заседании Краевого Совета Безопасности под председателем губернатора Краснодарского края Саня Николаевича Ркачева обсуждались вопросы про филактики уличной преступности. Сегодня для нас является увеличение казаков, которые будут внести охрану общественного порядка, народной дружины. 4-й закон нам позволяет это сделать, и надо это делать, и никто за нас обеспечивать общественный порядок не будет. Как отметили в своих выступлениях представители правоохранительных органов и транспортной полиции, количество преступлений за последнее время в городе заметно сократилось. Тем не менее, впереди курортный сезон, в разгар которого совершение правонарушений растет. Поэтому на всех объектах жизнеобеспечения и инфраструктуры, будь то больницы, учреждения образования, санаторно-курортные предприятия и железнодорожные станции, необходимо вести постоянный контроль за соблюдением режима безопасности. В ходе заседания антитеррористической комиссии речь зашла и о необходимости контроля за грузоперевозками. Каждый большегрузный транспорт, проезжающий на территорию города, должен обязательно осматриваться сотрудниками правоохранительных органов не только на предмет перевеса, но и нахождение в салоне машин подозрительных личностей. По словам мэра Сочи Анатолия Пахомова, все управления и структурные ведомства в пятидневный срок должны провести режимную проверку. Процесс соблюдения необходимых мер проконтролирует городская межведомственная комиссия. Третьим рычагом влияния на ситуацию является использование технических средств. Систем, так называемый, безопасный город, локальный систем видеонаблюдения, который установлен у нас как в общественных местах, так и на объектах. И здесь у нас имеется большой потенциал, который мы не используем. Прежде всего, надо сделать так, чтобы все владельцы видеокамер передали этот сигнал в наш центр, в безопасный город, который потом передается и другим службам. В помощь служителям порядка работает и единая дежурная диспетчерская служба. Операторы центра в круглосуточном режиме ведут наблюдение за ситуацией в городе и обо всех подозрительных ситуациях докладывают по прямой линии в дежурную часть УВД.